Who took the cookie from the cookie jar? Who, me? Yes, you! No, you! Number one! Ну что, друзья, сегодня воскресенье. Девочкам варенье. Девочкам варенье. Юлия вот складывает что-то в стиральную машину. Что-то. Посуду. Что-то. Это очень... Убирается за мужем и ребенком. Это очень редкий момент, который приравнивается... Кроме меня это никто не делает в семье. So, let's be honest. Приравнивается к лохнецкому монстру, который очень редко видит. Чудовище. Чудовище. Вот. И у Юли очень сильно голова болит сегодня, потому что она вчера... Вчера она выпила бутылку вина сама, наверное. Вот. Больше даже. Да, и она мне попросила купить пиво. И я купил Sapporo, ее любимое пиво. Я купил три разных. Потому что, если честно, я сам хотел... Ну, я их пью постоянно, но хотел именно попробовать, чем отличается вот именно, например, простое Sapporo от Sapporo Reserve и от Premium Black. Ну, как я понимаю, Premium Black, наверное, темное пиво. Хотя я не уверен. Вот. И мы сейчас будем пробовать каждое из них. Первым будем пробовать Sapporo... Может, одинаковое? Да. Sapporo Premium Beer. Так. Это самая обычная, которая везде продается в ресторанах. Привет! Привет! Вкусная вообще? Вкусная, мягкая, не слишком горькая. Блин, жалко нас саппорами спонсировать. Да. Было бы классно, если бы они нам бесплатно пиво прислали. Хотя бы пару бутылок. Пару коробок, ты имеешь в виду? Пару коробок. Чего тут пару бутылок? Пару бутылок я сама себе куплю. Продолжаем с нашей дегустации. По цвету чуть-чуть, по-моему, темнее. Более такое. Да, но чуть-чуть темнее. А ну, совни своим. Да, твое вон желтое какое. Светлое. Светлое, а мое такое эмбер, называется по-английски. Так, подожди, ты мне не нальешь. Сполосни стакан. Да не надо. Ну, ты испортишь. Ну, слушай, the same thing. Просто одно темнее. Когда ты светлое наливаешь, темное, там не будет эффекта. Юля, как обычно, со своими, блин, теориями, которые типа она специалист. Конечно. Врывается, блин. Хотя пиво пьет первый год. Ну, слушай, не первый год, а третий месяц. Третий месяц. Но главное, что? Уверенность. Уверенность. Слушай, нужно Алексу починить. Да. Это что-то с нашим интернетом. Нужно интернет починить. Да? Да, у нас проблемы с интернетом. Видишь? Смотри. Сейчас даже Хью не работает, потому что нет интернета вообще. Что с интернетом? Ясно. Вообще, я хочу белый свет включить, оно все желтое. Хочу чурш. Ты уже попробовал? Да. Чурш. Пахнет так же. У тебя так же пахнет? Ммм. Сивен смудр. Это вообще супер смудр. Ммм. Да, вкусно тоже. Это что, резерв? Да, мы все любим резерв. В нашей жизни все должно быть резерв. А то такое покупать, а не то. Да. Это лучше. Резерв. Очень. Вообще, его даже проглатывать не надо, оно само вливается тебе в горло. Не, они оба очень смудр. Их легко отпить вообще. Не чувствуется. Но этот просто имеет чуть больше насыщенности такой. Не пивной, а вообще какой-то вкус. То она больше водянистая. А эта, ну, прям аж чувствуется, что хотя бы хоть что-то пьешь. Да, очень вкусно. Сейчас напьемся, блин. По второму. Наши подписчики это очень любят, поэтому. По второму дню. Слушай, мы же сказали, мы бухаем только по выходным. Да, только по выходным. Только по выходным бухаем. Да, но иногда Юля бухает по будням, потому что она молодая, ей можно. Слушай, молодая. Мога молодая. Ну, ты в свои 30 лет бухал, правильно? Слушай, я в свои 45 бухаю. Ну, так вот, тебе уже как бы пора прекращать. А мне еще только можно... Я себя отлично чувствую. Что ты, блин? Роллинг. Роллинг на дим, блин. Роллинг на дим, блин. Ну так, постоянно, постоянно, блин, неуважение. Почему неуважение? Обозвало меня старым, блин. Не сказал, что ты старый. Что мне пора заканчивать бухать уже. Я так не сказала. Что ты хочешь сказать, что мое тело не выдерживает, а твое выдерживает? Я так не сказала. Кто лежал с больной головой? Мне кажется, ты сегодня лежала. Ну, потому что я выпила в два раза больше алкоголя, чем ты вчера. Что, с ума сошла? Ты выпила одну бутылку. А мы, маленькие женщины. Да? По весу. А то, что мы потом еще по маргарите выпили, ничего? Ну, это уже не считается. Или по две. Ну, это же не вино. У нас тут дабл камера. Live. Canon. Юля, у вас такой брат симпатичный, губы как у вас. Опять мне про Замира пишут. Знаешь, кто такой Замир? Нет. Все, Замир это не мой настоящий брат. Это просто мальчик из Петербурга, с которым я общаюсь, наверное, с возраста типа там 14 лет. И по факту он мне нифига не родственник. Но когда у меня возникает, он просто работал раньше в полиции. Он, по-моему, недавно только уволился. Да. Когда у меня возникают хоть какие-либо проблемы в жизни, у моей семьи в Питере или что-то такое, я всегда звоню ему и он просто бросает все свои дела и всегда приезжает на помощь. Один раз моя мама купила, я тебе рассказывала про это? Моя мама купила телефон новый, типа, короче, по какой-то там скидке, обострись, не встать. Блин, короче, супер какая-то крутая акция. Короче, айфон купила. Купила она этот айфон. И получилось так, что ей продали сломанный телефон, да. То есть это была акция, да, потому что телефон был изначально сломанный, там, собранный, из каких-то там непонятных деталей и так далее подобное. Но тот контракт, который она подписала, там было написано, что возврату, обмену все не подлежит. То есть нельзя вернуть, тебе не вернут деньги. Они забирают в ремонт, нифига не ремонтируют, возвращают обратно, ничего не работает. И потом, когда ты идешь на эту компанию на сайт, или не на сайт, а читаешь отзывы про эту компанию. У них у всех очень плохие отзывы. Ну, у этой компании огромные, ну, очень плохие отзывы. И, там, все блэмуют, так что это, типа, ужас и так далее. В общем, моя мама туда пришла, начала, там, ну, типа, разбираться. Типа, отдайте мне деньги, заберите телефон. Они такие, нет. Типа, мы вам не отдадим деньги, вылететь отсюда. В итоге мама звонит мне, плачет, там, дочка, блин, 40 тысяч рублей я положила. Слушай, а если я сейчас лайв сделаю, навременно сейчас свой. Да не надо, Жень. Дочка, типа, помоги мне туда-сюда. Я такая думаю, блин, кому вообще можно писать. Я вспоминаю, что у меня есть Замир, которого я знаю уже лет 10, наверное, да. Ну, то есть, мы с ним знакомы. И что он работает в полиции. В общем, я ему спешу, я говорю, блин, пожалуйста, умоляю. Говорю, можешь? Я говорю, просто я не в Питере, ничего не могу сделать. Я говорю, мне даже некому обратиться. Говорю, пожалуйста, можешь съездить туда и поговорить с этими чуваками? Ну, просто, знаешь, типа, приедь в форуме и посмотрим, если они тебя послушают. В общем, он туда приехал, все разрулил. Бабло вернул. Ну, естественно, телефон они отдали обратно, да. То есть, он вернул деньги туда-сюда. Ну, это совершенно другая история, когда ты приезжаешь, и у тебя... No internet connection. What the fuck? Я тебе говорю, у нас интернет не работает. Нам нужно... Тебе нужно отключить просто от Wi-Fi. Иди на 3G. 3G лучше работает. Вот. И он реально, ну, пришел, и все... У меня просто другой, у меня 5G Wi-Fi. А ты, наверное, обычный. 5G работает, а тот вообще не работает. Странно. Вот. И, естественно, после того времени я ему безумно благодарна, потому что он просто реально сорвался там среди ночи. Такой, когда тебе удобно, когда твоей маме удобно. Подъехал, все разрулил. Переговорил там со всеми. Всех поставил на место, блин. Вернул бабосы и... Ну, как бы... Хороший чувак, у себя. Поэтому, естественно, когда... А он как бы рэпер, да? Певец там у рэпером. Рэпер, блин? Ты же знаешь, у меня отдельная любовь к рэперам. И... Слушай, я же был рэпером раньше. Серьезно. Ну, давай, зачитай что-нибудь. Зачитаю. Да. 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 Это не ты написал. Как не я написал? А кто? Ну, кто-то другой, блин. Ну, ты... Ты вначале знаешь, кто, блин, потому что... Желик. Ну, давай скажи, давай скажи. Да не, серьезно, я по-русски. Так, слушай, я бы с тобой не встречалась, если ты не был рэпером. Давай, блин, давай напишем рэп русский какой-то, блин, классный, вместе с тобой. Забасим песням. Там есть по интернету гуляет мой рэп, блин. С моим бывшим. Да, я стихи... Ну, это же, это же ничего не меняет, он же бывший. Слушай, знаешь, сколько у меня гуляет, блин, по интернету с моими бывшими? Серьезно, блин? Фу, блин, сок, блин. Ну, короче, в общем, мы уже испробовали наша классическая саппера. Реально ли тот миф, что все успешные мужчины изменяют? Я не верю в это, на самом деле, я не считаю, что все успешные мужчины изменяют. Не закусывайте, нет. Блин, это пиво как просто, блин, топленое молоко, понимаете? Сейчас дети уйдут из дома. Алиса с Мироном. Чтобы мы могли расслабиться, блин, и прибухнуть. Настроение аж поднялось, блин. Я реально пришла с Пилатеса, короче. В 12.30, аж 4 часа. Я 3 часа просто лежала. В шоке, блин. Женя думает, что там много подписчиков, и все будут в его эфире, блин. У него в эфире 6 человек, блин. Мы попробовали вот это саппера. Да, моим тоже покажи, пожалуйста. Моим, да. Моим шестерим фолловерам. Смотри, уже 11. Я им сказала, чтобы они к тебе в эфир пришли. И уже они переходят. Да никому ты ничего не говорила. Только что я сказала. Я только что сказала, что Пожалуйста, перейдите к моему мужу, потому что его никто и так не смотрит. И мы очень грустны из-за этого. Реально? Это опять победа? Да, это победа. Посмотрите, какая красота. Давайте посмотрим, что за украшения нас здесь ждут. Акиви, акиви. Акиви, акиви. Акиви, акиви. Вааа, вот это пиуууууу. А. the. 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 i. the. 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 World at the ctime they Ortiz Вау! Честный оттенок. Да? Скажи. Юля и золотые серьги. Кстати, последний Сен-Лоран показ. Тоже были такие огромные золотые сережки. В стиле золотая ракушка. Очень похоже. Как Пакахантас. Как? Там, короче, жемчужина и маленький кристалл. Красиво. Красиво. Теперь скажи спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, мой сегодняшний ланч приготовлен мной. Здесь, как обычно, моя любимейшая капуста кейл. Помидоры, огурцы, болгарский перчик, белый лук, черный перец, соль, конечно же оливковое масло. Кстати, капуста в этот раз безумно вкусная. И моя няня вчера готовила Мирончику курочку. Вот осталась курочка. Обязательно хлеб. Вы знаете, что без этого никуда. И, кстати, я смотрю новый выпуск с Ксенией Собчак о Елене Милашиной. Эта женщина делала огромные работы, расследования и так далее и подобное. Так что, если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите. Лично мне это безумно интересно. Я люблю такие истории. Я люблю истории про современную политическую деятельность России. И очень рекомендую. Забыла вам рассказать про вот эту вот классную вещь. Это Nutritional East. Да. Значит, на самом деле это очень классная вещь. Я часто раньше ее употребляла, но что-то в последнее время я совсем про нее забыла. Вот сейчас еще добавлю. Странно, что она там так завернулась. Блин, честно, она какая-то вся жирная. Надо располоснуть эту упаковку. Вот. Но, вообще, это очень полезная вещь. Смотрите, как классно смотрится мой чокер с моим бриллиантовым колье. Я хочу попробовать, если она не портит вкус, перед тем, как добавлять его много. Вообще, это очень полезная вещь. Поэтому, если вы знаете, где можно это купить, обязательно купите. Потому что Nutritional East is legit. Юлия. 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 Сколько же всего я сделала за сегодня? Три стирки. Разобрала все свои вещи. Заправила кровать. Сделала новый вложик. Помыла диван. Не просто почистила, а помыла его. Настроила новую Алексу. Наша Алекса сошла с ума. Вот эта Алекса. Видите? Сейчас она здоровая. И даже сама себе покушать приготовила. Ты знаешь об этом? А тебе нет. У тебя здесь не было? Я не готова. Ничего не правда. Готовила тебе в прошлый раз. У тебя не было здесь просто. И я тебе сказал, оставайся, я тебе приготовлю. Я сказал, нет. Я голову не хожу. Слушай, поэтому у меня такой худенький. У меня пресс такой. Покажи. Что-то под исчез пресс, конечно. Что, пошли на кошек пузырим? А где они? Опа-опа. Лучшие друзья стали? Лучшие друзья девушек это бриллианты. Еще накрылись подушечками. Но ей не нужно накрывать. Мне кажется, Зина такая. Она вообще мастер уже накрываться. Да, она сама себя укрывает. Она просто берет зубами, блин, укрывает себя. Классно. Прикольно, да? Ладно, давай не будем им мешать. Выйди, пожалуйста. И к интимной жизни. Женя, вынеси, пожалуйста, этот мусор. Такой. Ты, кстати, знаешь, что теперь можно пылесос по Алексе сказать? Пылесос по Алексе. Опа-опа. Опа-опа. Она даже две двери закрывает на балкон. один стакан вина в день это не алкоголики сегодня муж был главный на кухне и он нам приготовил болонезе и сделаем этот супер крутой сломал больше пармежана 50 тысяч калорий у меня конечно порция немножко поменьше но все равно я бы сказала американская конечно же салат мирон вкусно бублик тоже попробовал или что доброе утро на улице плюс 20 но конечно ждет дождь иногда дует ветер поэтому я решила одеть моё новое пальто я кстати вчера в нем тоже была и получила наверное 5 комплиментов на моё пальто единственный человек который конечно же сказал что мы пальто полная г это мой муж классическая история все всегда говорят что я выгляжу супер мега круто а твой муж не говорит короче у меня началась после приезда из европы у меня началась жесткая тема что я больше не просыпать утрам следует очень жестко потому что я люблю просыпаться по утрам я люблю когда мой организм сам пробуждается а сейчас я просыпаюсь 8 8 30 от того что мирон хочет кушать и он уже 7 утра сидит и ждет пока кто-то выйдет и даст ему пожрать короче сегодня проснулась 8 30 но это даже и к лучшему потому что у меня сегодня будут актерские занятия чему я очень рада мне выписали скрипт который я должна буду подготовить сегодняшнему дню я его уже читала несколько раз достаточно легкий скрипт я вам про него говорила вот так что сейчас идем на пилатес после этого встречаемся настя вернулась из поездки с настей с олей настя будет с дочкой оля будет собачкой только я единственная свободная птица в полете вот и после этого после встречи с девчоночками я пойду домой быстренько сделаю какое-нибудь видео потому что у меня нету никакого западали на материал на эту неделю если обработанного так что я вернусь домой доделаю видео и постараюсь его к завтрашнему дню хотя бы подготовить вот что еще и потом класс у мирона сегодня класс по-русскому у меня сегодня актерский класс вот такие мы занятые людишки вчера кстати встречалась моя подруга настя другой девочки которая модель вот и в эту пятницу то бишь завтра мы идем на форд моделс партии будет вечеринка форд и мы туда с вами пойдем добрый вечер я уже пришла домой и встретилась со своими подружками у меня такие полосочки классные от маски которые я отвала на лицо чтобы поспать хотела поспать естественно не смогла поспать почему не смогла поспать не знаю но вот так получилось такое тоже бывает иногда вроде хочу спать пытаюсь уснуть но не усну но честно чувствую себя более отдохнувший что в принципе и являлась целью моего сна во первых у меня на самом деле куча классных новостей ну во первых приехали все мои подруги наконец-то и наконец-то могу пуститься в пляс со своими девочками приехала оля приехала настя все у них хорошо все у них ровно никаких не было проблем что того что настя попала в жесткую передрягу с авиалинией но такое в принципе бывает у всех у меня такое было миллион раз она когда летела сюда с маленьким ребенком у нее была задержка на 12 часов что конечно же очень много и конечно это не есть хорошо но главное что долетела жива здорова все в порядке теперь она будет разбираться с авиалиниями и возможно просить деньги назад я вообще хотела вам похвастаться и сказать что буквально через месяц я стану гражданином америке и на самом деле это очень классно потому что я давно этого ждала и у меня будет интервью на середжи 2 ноября то есть буквально меньше месяца уже осталось мне вчера пришло письмо об этом и обычно сразу после интервью ну по крайней мере все мои друзья до кофе да они сразу после интервью получали сертификат подтверждающей что ты гражданин америки паспорт тебе сразу не дают на паспорт тебе подаешься отдельно после того как получаешь этот сертификат вот но я разговаривала недавно с нашей соседкой оли девочка из беларуси и и ваш тоже проходил эту процедуру совершенно недавно потому что мы тиме до этого разговаривали что вот мы подались были ли у вас какие-то новости у них не fluctuin офисей у меня тоже не было никаких closedina вот и она мед как раз таки сказала, я ей написала, я получила письмо, как у вас состоят дела, потому что я с ней не общалась, и она сказала, что они уже прошли интервью, на интервью тебе нужно пройти 4 теста, разговорный английский, чтение, письмо, и там будет тест на историю, это абсолютно новый тест, если вы когда-либо сдавали такой тест, я уверена, что зрители есть, граждане Америки, получившие паспорт в жизни, не при рождении, то вы наверняка помните какой-то старый тест, сейчас абсолютно новый тест, я пока что еще даже не начинала к нему готовиться, если честно, у меня куча всеразличных дел, и поэтому я не успела, это новость номер один, новость номер два, на самом деле достаточно долгая, и я вам думаю, расскажу о ней завтра, потому что у меня время уже 4.30, мне нужно бежать за Мирончиком в детский сад, у него сегодня класс по русскому языку, и после того, как я его приведу, посажу на класс, мне нужно дочитать мой скрипт, причем абсолютно банальный скрипт, в плане того, что это просто книга, да, то есть это история, тут какие-то маленькие отрывки текстов из книг, вот, и мне нужно было зазубрить, да, грубо говоря, всего лишь одну страницу, где-то у меня здесь, а вот она, под номером 5, и она называется Secret, вот, я долго пыталась разобраться вообще, как работает этот скрипт, потому что, как вы видите, здесь просто идет текст за текстом, не написано, что там типа Элли сказала, там Маша сказала, потом Даша сказала, то есть, насколько я понимаю, это разговор между двумя людьми, и пока я читала этот текст, я, в принципе, поняла, да, что одна строчка принадлежит одному человеку, вторая строчка принадлежит другому человеку, ну и так по порядку. Ну и сама для себя я просто отметила полосочками разделения между людьми, потому что мне так визуально легче ориентироваться на текст, потому что я уверена, что мы будем играть эту сценку, и я уверена, что я буду пользоваться бумагой, то есть я не буду ничего зубрить, я не собираюсь, потому что это не фильм, и, извините, но у меня слишком безелайф, чтобы учить этот текст, окей, хотя он очень простой, да, вот, и история идет между двумя людьми о том, чтобы кто-то, кому-то, да, то есть, там, Маша, Петя, рассказала секрет, и Петя не хочет говорить этот секрет, но Маша допытывает его, чтобы он рассказал ей этот секрет, и вот они об этом как раз-таки и разговаривают, да, вот, это достаточно простой текст, абсолютно несложный, и мне его даже, в принципе, зубрить не надо, но я сейчас еще раз его прочитаю, сейчас заберу Мирончика, вернусь домой, еще раз его прочитаю на всякий случай, чтобы точно знать, что, зачем и почему, и отправлюсь в мою актерскую школу, так что, very exciting, ну все, пока! Наша подруга прислала нам букет цветов, посмотрите на эту красоту, я, кстати, не люблю цветы, но они так вкусно пахнут, просто, вау, смотрите, какие они красивые просто, они реальные, ммм? Субтитры сделал DimaTorzok